Господи, всечестные отцы, боголюбивые, гимны, гимны, мужественное воинство, дорогие братья и сестры, от всего сердца, неисполненного радостью, появившегося в плоти Синей Божьей, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светом и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Слава Вышней Бога на земле, в человеческом благоволении. Проставляю из года в год, неизлеченно к нам снисхождением, Спасителя, мы, как некогда рефлеемские пастухи, услышавши от Господа велику радость, которая будет всем людям, спешим, духовно и начальник узреть Мессии. Пришествие, которое предсказывали славные проки и ожидало все человечество. И сегодня мы празднуем событие, которое стало точкой отчета новой эры человеческой истории. Бог входит в человеческую жизнь, становится одним из нас, берет на себя всю тяжесть наших немощей, слабостей, чтобы освободить людей от невыносимого времени греха. Бог отныне здесь с нами, рядом с каждым из нас. 2020 год навсегда останется в нашей памяти, как время испытаний, пандемии, которые коснулись всех сторон жизни нашего народа. Кого-то оно коснулось трудностям, кого-то скопляем. Вспоминаем минувший год, как год памяти и славы, как год 75-летия победы Великой Отечественной войны. Мне необходимо отметить, что наши благочестивые детки, всегда с крепким упованием на Бога, преодолевали все испытания и в трудностях становились еще крепче и духовно сильнее. Так должно быть и с нами. Сегодня мы должны быть едины в море. Служение ближним. По слову апостола, исполняет закон Христов. Носить тяготы друг друга. В этот день хочу высказать особую благодарность нашим врачам-медицинским работникам, добровольцам, которые являют пример истинно жертвеннослужения, столь днительное время находясь на передовой борьбе с пандемией. Православные добровольцы в течение года помогали людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за мурового поветрия. Более 900 человек в Камчатском крае получили гуманитарную помощь под Петропавловской Камчатской партией, в том числе благодаря гранту Московской Патриотфии. В этот год мы осознали, насколько наша жизнь немыслима без Бога, без церковной молитвы, без искренней веры. Верующие люди Камчатки объединились в стремлении построить в своих районах, в районных центрах и поселках храмов, чтобы иметь возможность прибегать к спасительным таинцам Церкви, освящающим нашу жизнь. Сегодня ведется строительство 16 храмов в 9 районах Камчатки. Они станут утешением для людей, архитектурным украшением. Каждый храм – это центр духовной и социальной жизни, место, где объединяются пожилые люди, где проводится работа с детьми и молодежью. Мы смотрим в будущее с надеждой. И пусть в будущем году добрым примером для нашего подрастающего поколения станет Великий Сын Русской земли, Святой Благоверный Великий Князь Александр Невский, 800-летие, которое мы отмечаем. Хочется сердечно поблагодарить священнослужителей, мирян и всех тех, кто неустанно совершает свои труды здесь, на Камчатке, во славу Святой Церкви, на благо ближнего. Надеюсь, что в наступившем году нам присоединятся новые и новые сердца, желающие искренне послужить Господу. В эту рождественскую святозарную ночь и последующие святые дни восхварим и превознесем нашего Спасителя и Господа, благоизволившего много ради человеколюбия свопридти в мир. Подобно библейскому вам принесем Богомладенцу Христу свои дары. Вместо золота – нашу искреннюю любовь. Вместо ладана – теплое моление. Вместо смирных, добрых и заботливых отношений к окружающим. Поздравляю вас со светом праздником Рождества, а также с наступившим новолетие. Молительно желаю вам обильных милости и щедрого. Вот великодоролитого Господа Иисуса Христа, благословение Божие, да пребывает с вами. Еще раз снова и снова поздравляю вас с радостным и светным праздником Рождества Христова. Очень рад, что вы сегодня, в эту Рождественскую ночь, разделяете с нами молитвами. Пусть так будет всегда. Как можно чаще приходите в Крамы, тогда Господь будет укреплять ваше здравие, хранить мир ваших семей и ближних. Помощь вам Божия. Храни вас Господь и Матерь Божия на всех путях жизни ваших. Пусть благодарим Господа, кто причастился к святых христовых тайн. Слава тебе Божия! Слава тебе Божия! Слава тебе Божия! Благодарим Господа и Матерья. Прием на весь мир.